Шмон Нынешняя недельная глава называется Шмени. Это восьмой день. Кстати, слово Шмон происходит от того же слова. Его историю, этого слова, мы не здесь будем исследовать. А вот восьмой день. Вкратце, недельная глава, собственно, ввожу в контекст. Значит, Скини уже отстроена, пришло время ее запустить. Для того, чтобы ее запустить в действие, необходимы люди, которые бы, собственно, управляли и делали все необходимые работы, совершали необходимое служение в этой Скини. И для этого Бог определил семью Аарона. То есть, на тот момент было всего пять священников из колена Леви. Колено Леви, мы знаем, было избрано для того, чтобы совершать все необходимые работы в храме. Это были левиты. Но из колена Леви была избрана одна семья, семья Аарона и четыре его сына. Значит, они были священниками. Впоследствии мы знаем, что они расплодились и размножились, священников стало много, устанавливали несколько черед для того, чтобы совершать по очереди служение в храме. Но на этот момент священников было всего лишь пять. И, собственно говоря, уполномочил или, скажем так, ввел в курс дела их Маше. То есть, Маше в данном случае, будучи пророком, священства еще на тот момент не существовало. Он, можно сказать, был даже не первосвященник, потому что первосвященником назначается Аарон. Он был как супер первосвященник, скажем так, чтобы было понятнее. Потому что он их уполномачивает, то есть он передает им бразды правления в этой области, в этой сфере, быть священниками и совершать священодействие. И вот на тот момент, когда начинается нынешняя глава, восьмой день, они перед этим в течение семи дней проходят обряд посвящения, которую заповедал Господь. То есть, припереносились жертвы. Еврейская традиция говорит, что в течение этих семи дней, собственно говоря, Маше вводил в курс и объяснял, что и каким образом Бог повелел делать в этой скине. Потому что мы помним, что последние сорок дней, которые Маше провел на горе, это было время, когда Бог в подробностях и деталях объяснял устройство скине. И полагаю, что помимо самого устройства, Он также дал Маше откровение о том, как должно быть организовано священодействие. И вот Он им, собственно, объяснял, в чем состоят их обязанности. И тут нужно понимать один очень важный момент, что обязанность священника, она состоит в том, чтобы в точности исполнять то, что повелел Господь. И это принципиально важно. В Маше когда-то на горе было сказано, сделай все в точности до мельчайших подробностей, как ты видел на горе. То есть скине действительно работало и приводило к ожидаемой цели только в том случае, если там все было в точности воспроизведено, как было видено на горе. И вот восьмой день, когда мы размышляем о восьмом дне, мы можем, собственно, провести параллель с семью днями творения. И восьмой день – это как новое начало. Я тоже, читая комментарии к этой недельной главе, тоже прочитал такие интересные моменты. Спрашивают, может ли творение рук человеческих быть лучше, чем творение Божье? И мы можем сказать, конечно же, нет. Кто может лучше Бога сотворить? Но тут есть еще, знаете, как говорят, там, где два еврея, там три мнения. Мнения на этот момент, по этому вопросу могут быть разные. Если, скажем, я спрошу женщин, действительно ли вы считаете себя совершенным творением Божьим? Безусловно, каждая женщина скажет, конечно, да. А если я задам вопрос, тогда зачем макияжи, зачем все вот эти вот маникюры, педикюры, все дела? Ну, хочется же выглядеть красивыми. Ну, вы же красивые, но хочется еще лучше. И, как бы, человечество по умолчанию это приняло. И, походу, получается, что, в принципе, что-то человек может сделать немножечко лучше. И тут идея не в том, что мы превосходим Бога в этом. Вопрос в том, что Бог нам оставляет возможность что-то доделать, что-то сделать еще лучше. То есть, вот, чтобы было понятно, приходит к раввину человек и спрашивает тот же самый вопрос. Может ли человек сделать что-то лучше, чем Бог? Он говорит, принеси мне колос пшеничный и хлеб. Тот приносит и говорит, вот что тебе больше нравится в пищу принимать? Колосия, которые Бог сотворил, или хлеб, который испек человек? Тут, конечно же, хлеб. Другой вопрос говорит, скажи, пожалуйста, а в чем польза обрезания? Ну, естественный ответ раввина говорит, я знал, что ты задашь мне этот вопрос. Значит, если бы Бог сотворил человека, ну, как бы полностью, скажем, all inclusive, финальная версия, и ничего доработать нельзя, то, собственно, еврей не нуждался бы в обрезании. Но Бог заповедал заповедь обрезания, которая делается руками человеческими. То есть, вот эти моменты, они показывают, что идея не в том, что мы круче Бога. Идея в том, что Бог хочет, чтобы мы были с ними соработниками. И поэтому Он нам оставляет что-то еще, что мы можем в этом мире сделать лучше. То есть, другими словами, творение совершенно, но мы можем его сделать еще совершеннее. Мы, как Божие творения, совершенны, Вишо, Мессии, но мы должны совершенствоваться, мы должны возрастать в этом. То есть, совершенство – это процесс, это не статус, это не финальная какая-то позиция, что вот я достиг, стал на пьедестал, теперь смотрите, какой я хороший. Слава Богу, в Господе есть куда развиваться. В одном из псалмов Давид говорит, я видел предел всякому человеческому совершенству, «Заповедь Божья весьма безмерна». А заповедь Божья, она состоит в том, что вот это вот ограниченное человеческое совершенство мы еще больше совершенствовали и развивали. Но на этом пути нас подстерегают некоторые опасности. Это связано с тем, что написано не зря в Писании «Страшно впасть в руки Бога Живого». Очень часто мы об этом забываем и пренебрегаем. И в этой недельной главе есть очень интересная история, достаточно непонятная, когда вот в восьмой день происходит искупление священников, искупление народа, которое производит Аарон по тому, как ему объяснил Маше, как которому было объяснено на горе. Значит, и нужно понимать, что это, ну вот можете себе представить, вот в Украине нет медицины и нет скорой помощи. И вот в один момент это дело учреждается, этого никогда не было, и тут оно появляется. В Украине нет системы образования, нет учителей. А вот в один момент это раз и внедряется. И это внедряется как торжественное празднование такое, ну это действительно знаменательное событие. Так вот, с Кенией священства в Израиле не было, но Бог это подарил. И это был национального масштаба праздник, в этом участвовал весь Израиль. И вот в процессе этого праздника что-то происходит. Два сына первосвященника, Надаф и Авиуд, приходят со своим огнем и желают поучаствовать. Ну, то есть, как бы сама ситуация, нужно попытаться понять. Они вот только что закончили, скажем так, семидневный курс молодого бойца. И они, в принципе, в курсе, к чему их призвал Господь и что они должны делать. Но вы знаете, когда такой праздник, когда хорошее настроение, и ты видишь, что уже сошел огонь Божий на жертву, которую приготовил Аарон, нужно понимать, что ни Аарон и ни его сыновья зажгли огонь. Огонь Божий сошел на жертву и пожрал эту жертву. И от нее ничего не осталось. Народ увидел явное Божье присутствие и обрадовался, и веселился этому. И когда переполняет нас радость от того, как Бог проявляет, у нас иногда возникает желание что-нибудь сделать для Бога. И вы знаете, приходят на ум некоторые места Писания, где человек действительно что-то хочет сделать, и Бог говорит, да, хорошо. Хорошо. Давиду не было повелено строить храм. Это было его желание. И Бог сказал, это хорошо. Не ты это сделаешь, но это хорошо. Это будет сделано в свое время. То есть идея инициативы со стороны человека, она хороша. Но Павел Тимофею говорит, вникай в себя и в учение. Также Павел Тимофею говорит, что кто подвизается, хорошо делает, но если кто-то подвизается сам, не увенчается. То есть идея в том, что человек в служении Богу может проявлять инициативу, но если это его чисто человеческая инициатива, то он не получит за это награды. Но если эта инициатива из Бога исходит, как написано, что Бог производит хотение и действие по своему благоволению, получается, мы сталкиваемся с проблемой. У меня в сердце есть желание что-то сделать для Бога. А это желание исходит от Бога. Это Он произвел или это мое человеческое? И вот здесь мы не размышляем. И это приводит в конечном итоге к очень печальным последствиям. И опять же, тут нужно понимать еще один очень важный момент. Когда это все произошло, Маше говорит Аарону. Это то, о чем говорил Господь. В приближающихся ко мне освящусь и в народе своем прославлюсь. Вот теперь просто забудьте, что произошло с Надавом и Авиудом, и я задам вам вопрос. И каждый для себя ответит. Вы хотите, чтобы Бог в вашей жизни осветился и в вашей жизни прославился? Все хотят? А теперь вспомним, что произошло с Надавом и Авиудом. Именно на них Бог осветился и прославился. Теперь я еще раз задаю вопрос. Вы хотите, чтобы Бог в вашей жизни осветился и прославился? Уже не так много амена, не так много да, хочу. Почему? Потому что мы начинаем задумываться, а в чем же подвох? А подвох в том, что эти ребята, они принесли огонь чуждый. То есть они не посоветовались ни с Мошея, а Роном со своими, скажем так, с родителями, с дядей, с Божьими ставленниками. Они не соотнесли это с тем учением, которое они уже получили. Павел не зря говорит, вникай в себя и в учение, таким образом спасешь себя и ближних своих. Понимаете? Это очень важный момент, вникать в себя и в учение. Если мы хотим, чтобы Бог таки да прославился, если Бог таки да осветился и имя было освящено. Ведь молитва, Отче наш, да святится имя твое. Мы хотим, чтобы его имя было освящено. Где? У соседа? Нет. Мы хотим, чтобы это было в нашей жизни. Мы хотим, чтобы он был прославлен. Да. Где? У соседа? Нет в нашей жизни. Но для того, чтобы это действительно произошло именно так, потому что Ишуа говорит, прославь меня славою, которую я имел у тебя от создания мира. Ишуа не боялся этого просить. Но почему? Потому что он знал, что идет враг, и он во мне не имеет ничего. Божье присутствие, оно открывается там, где есть вот эта вот Божья святость, Божья чистота. Он сказал, будьте святы, ибо я свят. И вот когда мы святы, подобно как он свят, когда мы себя отделяем от греха, как он отделен от греха, тогда он может свободно прийти и безопасно для нас и прославиться, и осветиться. Но если мы призываем его для этой цели, но при всем при этом не отделяем себя от греха, то уместно вспомнить историю опять же с Ананией и с Апфирой. Понимаете? Бог хочет прославиться в нашей жизни, но он также сообщил нам технику безопасности. Будьте святы, ибо я свят. Вникай в себя и в учение. Таким образом спасешь и себя, и ближних своих. Поэтому давайте действительно размышлять об этом. Павел также предупреждает, что кто принимает чашу Господню недостойно, от этого многие из вас болеют и умирают. Это реальность. И я вам скажу, что в нашей жизни не происходит так много чудес, как мы хотим, по одной простой причине. Бог милостив к нам, и Он не желает нашей смерти. Но Он ждет, когда мы сделаем ответный шаг на Его призыв, осветим свою жизнь так, чтобы Он мог прийти, осветиться и прославиться в нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok